Зачем эту показуху сейчас делать? Шайбот казахшам заломай. Мы же все мучаемся, столько детишек. У нас проблемы автобусом. И никакой помощи, ничего нет. Жители ряда улиц Тараза жалуются на отсутствие уличного освещения. Конечно, касается это не центра города, а больше его окраин. Другая напасть – перебои с электричеством во время сильного ветра. Люди не устают спрашивать, кто же им поможет. Поищем ответы вместе в сегодняшнем выпуске. Я Жин Азгани, и мы начинаем. Если в Таразе центральные улицы ночами переливаются разноцветными красками на манер столичных, то этого не скажешь про уличное освещение городских окраин. Здесь люди чувствуют себя ущемленными на порядок. Буквально на ощупь к своим домам пробираются некоторые жители, которым не повезло жить в центре. Люди вынуждены возвращаться с работы вечером в кромешной темноте. А отсутствие света на пешеходных переходах приводит к дорожно-транспортным происшествиям, жалуются народ. Субтитры создавал DimaTorzok Утро в рано, в школу, со школы уже поздно приходят. По такому вопросу мы хотим, чтобы нам свет провели. К примеру, по улицам у Кашакой-Шибекова нет ни одного уличного фонаря или иного искусственного освещения. Иногда путь освещают фары машин. Или светить себе под ноги людям приходится мобильным телефоном. Больше всего этот проблемный вопрос волнует родителей. Жители не единожды обращались в Акимат города с просьбой установить уличные фонари. Но проблема годами остается нерешенной. Пошли к местным властям и мы. Жалпы, жарықтандыру меселесіне келетін болсам, бізде жалпы 1330 көшетді бағана. Соның үлкен деген 200 көшесінде бізде жарықтандыру бар. Бұлтырғы жылы мұнау кетчеп өдейміз. Инвестор тарапынан солардың бәрін жаңа лампаға ауыз тұруқ жұмыстар бізде басталып өткен. Бірақ, жаңаға сол проект жоу алғыс метал құжаттарды сол инвестор өз тарапынан дұрыс жасамауына вайланысты. Бұлтырғы жаңаға біз олармен жаңаға кетсім жарты бұзу ойыншығы жұмыстар жасағы тұруқ. Планы жалпы өзіміз жоспарымыз ойынша, сол жаңаға нелерді светодиодның лампаларды, бақшы 30 пайызға мекономия беретін лампаларды ауыстырып, болдырғы бұрынғы әліпек қырылмайақ. Аналогичная обстановка по улице Думалакана в массиве Арай. И здесь ситуация с освещением улиц оставляет желать лучшего. Жители интересует вопрос, по каким критериям выбирают улиц для освещения, так как на соседних улицах подобное удобство предусмотрено. И что нужно сделать, чтобы вписаться в их список. Продолжение следует... Люди не устают спрашивать, кто им поможет. Примечательно, что бюрократы из таразских городских сетей отмахиваются, что это не их дело, а местных властей. Их дело якобы лишь облату за свет собирать. Отметим, что за плохо предоставляемую услугу, учитывая, что предприятие все-таки занимается транспортировкой электроэнергии. Еще одна немаловажная проблема жителей – это частые перебои в подаче электроэнергии. Часто перегорающая техника и уроки в темноте – это картина дня многих жителей Тараза, до боли знакомая людям в период ураганов в областном центре. С подобными жалобами жителей мы обратились в Таразский городской отдел сбыта ТОО «Жамбл-Жарах-Сауда-2030». Плачевную ситуацию с электросетями монополисты объясняют изношенностью электросетей и дать конкретную информацию о данной проблеме не соизволили, ссылаясь на вышестоящие ведомства. Так будет свет на окраинах Тараза. Будем ждать. Обещанного, говорят, три года ждут. Сколько придется – покажет время. Субтитры создавал DimaTorzok